Звезда боевиков Голливуда, талантливый актер, обладатель черного пояса по карате и известный постановщик боевых сцен. Все это о неповторимом Жан-Клоде Ван Дамме. Мало кто знает, что настоящее имя актера Жан-Клод Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг. Мальчик родился в Брюсселе в семье домохозяйки и владельца цветочного магазина. С самого детства Жан-Клод был худым и болезненным мальчиком. На удивление многих кинозрителей, будущий актер долгое время занимался классическим балетом и даже участвовал в парижской опере. Однако в возрасте 10 лет отец отвел Жан-Клода к знаменитому французскому каратисту Доминику Валера. Мальчик делал успехи, а его здоровье становилось лучше с каждым днем. Вскоре мальчик забыл, что такое болезни. Жан-Клод сел на шпагат, выправил осанку, набрал массу. Немного интересных фактов. Ван Дамм владеет не только каратэ, но и еще другими, довольно-таки экзотическими направлениями единоборств. Американским вариантом кикбоксинга, тайским боксом, называемым муай-тай, кунг-фу и корейским боевым тэквондо. В 16 лет будущий актер решает бросить школу и полностью отдаться спорту. На его решение повлиял очередной турнир, в котором Жан-Клод одержал победу над соперником, вдвое старше и тяжелее Ван Дамма. Уже в 18 лет Жан-Клод получает черный пояс по карате, а в 20 без усилий направляет в нокаут знаменитого соперника Дитриха Таргилза и становится чемпионом Европы среди профессионалов. После череды побед Ван Дамм решает приостановить карьеру спортсмена и отправляется покорять мир кино. В тот момент Жан-Клод был женат на богатой венесуэлке Марии Родригес. Именно у нее он взял кругленькую сумму денег для покупки спортивного комплекса «Калифорния-джим». Будущий актер не скупился и на новый дом, и на новенькую легковую машину. В конце концов, актер решает открыть счет в банке, он продает свой клуб и отправляется в Голливуд. Голливуд встретил молодого каратиста, мягко говоря, враждебно. Ван Дамм по происхождению бельгиец, поэтому он плохо говорил по-английски. Жан-Клод метался от работы шофером до преподавателя восточных единоборств и карате. Он также не раз был вышибалой в барах, но судьба решила подкинуть Жан-Клоду шанс. В 24 года он получает первую роль в кино. Он успешно снимается в таких фильмах, как «Улица варваров», «Монако навсегда» и «Брейк-данс». Однако карьера Жан-Клода начинается лишь спустя два года, когда зритель замечает его в фильме «Не отступать и не сдаваться». Продюсер фильма Менехем Голланд решил выделить на раскрутку Ван Дамма миллион долларов. И он не прогадал. В возрасте 28 лет Жан-Клод снимается в фильме «Кровавый спорт». Ему достается роль серьезно настроенного Фрэнка. Именно эта роль подарила актеру знаменитости славу. Вторая его работа – кинолента «Кикбоксер». Зрителям и критикам вновь полюбился его образ чувственного Курта. Затем Жан-Клод Ван Дамм снимается в боевике «Киборг». Именно после роли спасателя Гибсона актер находит себя в кино. Он оттачивает профессиональное мастерство и начинает играть исключительно мускулистых и сильных борцов за справедливость. Его карьера стремительно развивалась. Успех Жан-Клода закрепили роли в таких популярных кинолентах, как «Трудная мишень», «Последний киногерой», «Некуда бежать» и «Универсальный солдат». В «Универсальном солдате» Ван Дамм играет убийцу рядового Люка де Веро. На 30-м году жизни актер сам начинает выбирать роли, картины, режиссеров. К тому же он сам указывал суммы за фильмы. После съемок киноленты «Патруль времени», в котором Ван Дамм сыграл полицейского Уолкера, у актера начался творческий кризис. Да и вовсе карьера Жан-Клода стремительно пошла на спад. Он столкнулся с проблемами в личной жизни, боролся с тягой к алкоголю и наркотикам. К тому же у него было немало проблем с полицией и судом. В 1996 году актер был вынужден пройти курс лечения в реабилитационной клинике для наркозависимых людей. Несмотря на это, актер продолжал сниматься в кино. Жизнь актера начала налаживаться только к 1999 году. Женившись в пятый раз и отказавшись от вредных привычек, он вернулся в кино и вновь стал покорять сердца кинозрителей. В 1999 году он снялся в кинолентах «Универсальный солдат. Возвращение» и «Инферно». В 2001 вышли «Тайна ордена» и «Двойник». Ван Дамм решил попробовать свои силы в киносериалах. Уже в 2003 году актер снимался в сериале «Лас-Вегас». Жан-Клод даже решил согласиться на роль военного. Он снялся в фильме «Вторая команда». Ван Дамму удалось создать патриотический образ офицера американской армии, загадочного Сэмуэля Киннона. После этой роли он в основном играл или полицейских, или военнослужащих. В личной жизни у актера все было не так гладко, как в кино. У Жан-Клода насчитывается пять браков и трое детей. Его первой женой была Мария Родригес. Однако их семья разрушилась сразу же, как Жан-Клод продал свой спортивный клуб, открыл счет в банке и полностью перестал нуждаться в ее финансовой поддержке. После этого Жан-Клод Ван Дамм женился на Синтие Дердериан. У них были непродолжительные отношения до первой роли Жан-Клода в кино. Затем Жан-Клод знакомится с чемпионкой Америки по бодибилдингу фотомоделью Гледис Португис. В их браке родился сын Кристофер. Ради семьи Гледис оставила спорт и занималась воспитанием ребенка и домом. Вскоре она родила дочь Бьянку. Однако Жан-Клод на этом не остановился. Его привлекла победительница конкурса красоты Гавайских островов Дарси Лапьер. Их отношения были довольно-таки вызывающими и открытыми, поэтому спустя шесть лет семейной жизни Ван Дамм развелся с Гледис и женился на Дарси Лапьер. В конце концов Жан-Клод вернулся к Гледис. Они обвенчались в небольшом бельгийском городке и живут вместе по сей день. В 2011 году Ван Дамм решил открыть для себя что-нибудь новое и озвучил персонажа мультфильма «Кунг-фу Панда 2». После этого вплоть до 2016 года Ван Дамм продолжил играть преимущественно в боевиках. В 2012 году в Бельгии в родном городке Ван Дамма была поставлена бронзовая статуя в его честь. Кроме того, статуя была изготовлена в натуральную величину актера. В 2016 году Жан-Клод вернулся к озвучке анимационного фильма «Кунг-фу Панда 3» и сыграл одну из главных ролей в ремейке «Кикбоксера». А также снялся в телесериале Жан-Клод «Ван Джонсон», в котором Ван Дамм на удивление зрителей высмеивал свою карьеру. Только вот сериал не имел особого успеха и был закрыт после первого сезона. В марте 2019 года на экраны вышел очередной боевик Жан-Клода «Мы умираем молодыми». Следующий ожидаемый фильм с ним – «Последний наемник», который выйдет в 2021 году. Актер активно ведет соцсети, живет со своей супругой и воспитывает троих детей. На сегодняшний день Жан-Клоду Ван Дамму 60 лет.